Третье июня 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 Но я скажу, в администрации Патух-Залезница ничего этого не случилось, потому что практически локомотивов нет. Такие локомотивы в тех, где есть, они абсолютно не ремонтуются, они несправными, потому что нет чем ремонтировать. Все украдено уже до нас. Мы вчера направили уже листа Порошенко, Гройстману, Мильяну, Кравцову в НАБУ, Национальное антикорупционное бюро Украины, где мы рассказали про то, что творится сейчас на железном транспорте, особенно в депо Кременчук, что локомотивов нет, то есть люди практически в настоящий момент идут простой из войны властника. Администрация депо уже больше двух недель не появляется на работу, где они находятся незрозумимо. Такое самое на Львовской залезнице мне сказали, что вся администрация устанула, тишина, все стоит. У них тоже итальянский метод работы. Ну а какой? По инструкции тоже. Тоже работают. Да, Львовская залезница молодцы, там практически вся залезница стоит по инструкции. Молодцы. И Чопи, и Львов, и Тернополи. Практично там народ, який сгуртованный, не скажешь, что рука Кремля, потому что Кремль у них далеко. И даже не пытаются. Да, я их спросил, что рука Кремля. Комментарьев этого нет. Они говорят, хлопцы, то нам сказали, что рука Кремля, там Путин, там Януковича и так далее. А я им спросил, хлопцы, у вас тоже рука Кремля? Так как и Крем. Крем далеко, каже. Угу. Нема какого-то. Ну, мы прислали это лишь, чтобы как-то принимали хоть какие-то заходы, те же чиновники, которые хотели что-то наладить, какую-то обставину. Или горят на огне все, да? Да. Ну, я так понимаю, они на Майдане сидят, если их сейчас сильно за задницу хапануть, то они быстро взглядают отсюда. Потому что они завели державу в оцей глухой кут, и, значит, выхода из него мы не видим. А теперь, что я скажу, поступила до нас такая телеграма. 4.06.2018 года. Завтра. Завтра. О 14.00. Впадок в залезнице в 116 кабинете будет проводиться нарада. Как бы под пропозицию, что по коллективному договору будем працювать. Ну, глянувши на эту верхушку чиновников, которые на ней запрошены на эту нараду, то тут видно, что тут, мабуть, будет найден какой-то выход, будет шукаться с данной ситуацией. Хотелось бы. Хотелось бы. Хотелось бы. Я за те, чтобы перейти в конструктивный диалог правово-социальный диалог и решить эту проблему. Это как раз эти вопросы должны решить в падок в залезнице. Завтра, я думаю, надеюсь, что что-то получится, потому что люди, вся Украина ждет. Вся Украина пристально за нами спостерегает. И не только. И не только. И не только. А деяки допомагают. Вот сегодня я говорил, что депо «Помощная». Хлопцы, буквально недавно мы на них вошли. Там такое активное депо, как у нас. Просто они как-то сами по себе болтались. А теперь будем мы с ними вместе. Вони побажали до нас вступить. Им тоже побрехеньки про нас рассказывают. Ну, там коллектив, я бачу, такой горячий. Вони працюють в настоящий момент по приказу 40С. Не через десять-двенадцать годин поездки ездят, как депо, например, Знаменка, або Полтава, або Купянск. А они стоят. Кажут, из десяти человек восемь стоят по приказу 40С. Остальные два человека, которые слабые духом и характером, они, значит, едут, как обычно, как и те. Знаменки дали команду уже ехать прямо до Одессы. Но они меняются там, да? Да. Вони меняются там. Ну, Знаменки дали команду ехать до Одессы. Я, как бы, цей коллектив тоже проучить. Ну, хлопцы сказали, каже, та хай едуть, каже. Мене достаточно, я должен с семьей будь. Я працював двенадцать годин, я должен тридцать дві години дома будь. Я працював двадцять годин. Мені положено десь пятьдесят годин будь дома. Это хорошо. Ну, навыще ездить до того, когда тебе в гроб покладут на локомотиве и занесут кудись в ящик, або каликою выкинуть. У нас есть машинист. Два роки назад ему шунтировку сделали, там забитый сосуд, який до сердца. Вставляли пружинку, после этого его списали. Он охранял ворота, значит, в нашем депо. И когда он вошел в этом году, оформлял, как я буду оформлять, пенсию, то ему пенсию нараховали за последние два года, как в законе написано. То есть не по зарплате машиниста, а по тому, что он тут был охранником, ему три тысячи платили. И получается, что он пацан будет получать, вместо шести тысяч, будет получать 1800. Кошмар. Ну, это никого не годится. Про это никто не думает. А вот те, кто по двести, по триста часовые едут в другие депо, ну, это вам пока оно выйдет скоро, ребята. Да, вы, извините, мои ось довольные сидят, ждут справные локомотивы, когда прийдут. Им нараховали зарплату, пока по тарифной сети. Ну, тарифная сетка трохи меньше середнего будет, да. Но они знают, за что они стоят. И то, что нас лякают, что депо разформируют. Да ничего подобного. У нас достаточно есть методов, каких мы этих чужаков, которые тут летают, мы их выкурем отсюда очень быстро. Пока что. Пока что мы план Б не включали, мы его включим. Хорошо. Сделаем перерыв. Да. Хорошо. 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 Хорошо.